Так вот, с другой стороны, если мы вспоминаем другой древнегреческий миф про Промете, то его приковали как раз таки, то есть почему было выбрано именно вот это вот расположение места. С одной стороны, я рассказала уже, что причем момент того, что арменизу, да, слово я сказала, это на паруснике, да, на паруснике, для того, чтобы управлять парусником, с одной стороны, нам нужен ветер, да, природные какие-то силы и вмешательства, а с другой стороны, здесь как раз таки есть вот этот вот, как это, то, что я не могла вспомнить, да, вот этот рычаг управления. Так вот, рычаг управления, он и говорит о том, что умение управлять между правым полушарием и левым полушарием, да, это то, что, то есть осознанность, по сути, осознанность, это ответственность, да, которую мы берем за свой собственный выбор. Так вот, здесь вот рычаг управления является осознанность, в зависимости от того, в каком уровне я нахожусь, насколько во мне присутствует осознанность, это и есть управление этим парусником. И все будет зависеть, что либо я без силы, воли и пассивности нахожусь вот в этом цикличном колесе сансара, либо я понимаю, что я уже, как мы это понимаем, через рост и развитие своей души, и что я могу выйти из этого колеса сансара, у меня есть возможности, и для этого мне нужно вот это вот управление, руль этого парусника, чтобы пойти туда, в океан. Не чтобы ветер управлял мной, а чтобы я управлял этим парусником с помощью компаса, с помощью своих каких-то знаний и плюс ко всему именно осознанности, то есть я рулевой. Я не, то есть не в потоке, то есть куда ветер унесет парус, да, куда я иду, нет, а я рулевой как раз, я умею управлять. То есть здесь у них такие глубокие смыслы идут. Я думала, ой, там что-то пишет, а как нет. Так вот, само расположение, опять-таки, если мы вспоминаем, возвращаясь к мифологии, если мы вспоминаем про Промесея, которого приковали за предательство богам в горах Кавказа, как раз-таки на горе Арара, да, опять-таки Армения, как раз-таки в том месте. И это тоже, опять-таки, символично, что поскольку Прометей, он все равно-то был богом, да, он умереть не мог. Но его наказание какое было, что орел, в данном случае олицетворение Зевса, да, потому что Зевс превращался в нескольких животных, один из них, в том числе и птица, это был орел. Он должен был клевать печенью Прометея каждый день, причинять ему эту боль. И утром потом, когда он улетал, да, поскольку Прометей был богом, у него все это заживалось до того момента, пока опять не прилетал орел. И, по сути, он был прикован к этим цепями, к этим горам, то есть он уйти сам не может. Потом ему Геракл в этом помог, но не суть. Здесь как раз-таки, опять-таки, помимо того, что это вот место, именно вот эти горы, чисто аллегорично мы прикованы к перевоплощению, да, то есть гора, это стабильность, в данном случае это земля, цепи, которые привязывают Бога, то есть привязывают нас к колесу сансары. И согласно мифу, потом приходит Геракл, и он его высвобождает, да, то есть мы умираем. Прометаем, что делал. Он умирал, в кавычках умирал, да, пока у него клевали печень этот орел. Вот потом, когда он улетал, произошла регенерация, и потому что душа, она не покидала его, он же был бессмертный, вот, но тело должно было восстановиться, регенерироваться. Но здесь вот это вот смысл, потому что мы прикованы на перевоплощение, да, цепями. Что нам поможет разорвать эти цепи и выйти из этого перевоплощения. То есть, по сути, я вам рассказала примерно три предложения из этого мифа. На самом деле, объем, именно так, как написано на древней книжечке, он, по-моему, не такой большой. Если я не ошибаюсь, по-моему, девять страниц всего лишь. Не так-так много. Но, когда начинаешь пояснять, ты начинаешь вспоминать и мифологию, ты начинаешь вспоминать и географию. То есть, опять-таки, если придумано такое имя, это не просто человек сел, иначе, давай-ка я придумаю какую-нибудь сказку. Нет, он, как говорится, заморочился с названиями, да, какое имя придумать, код какой. Место, где, откуда будет родом главный герой. Это тоже не случайно. То есть, все чисто символичный. Штурвал. Вот, точно, штурвал. Да, 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 ты писала, да, штурвал. Вот, вспомни. Теперь. После того. Так, у нас, значит, уже 50. Так, а, у нас еще 10 минут осталось. Вот. Ну, поскольку я сказала, что это будет серия эфиров, да, и у нас везде еще много эфиров, то есть мы торопиться не будем, поэтому я не спеша вам буду рассказывать. Продолжение следует.